В Екатеринбурге одинокая пенсионерка держит в страхе весь дом. Соседи жалуются, что бабушка регулярно забывает выключить газовую плиту. Собственники уже не раз обращались в газовую службу с просьбой отключить газ в нехорошей квартире. Как быть в такой ситуации, разбиралась Софья Чугайнова. Боялись того, что мы просто взлетим на воздух, потому что газом пахло и было не по себе от этого. Каждый день, как на пороховой бочке, жильцы многоэтажки на улице Азина всерьез опасаются взрыва в одной из квартир своего дома. Соседи жалуются, что ее хозяйка забывает выключать газовую плиту, из-за чего тревожный запах разносится по всему подъезду. Я спускаюсь до третьего, чувствую уже такой запах. Но это полдвенадцатого ночи. Мы к ней заходим, она свет включает. Я говорю, ты что, с ума сошла? Ты сейчас свет включишь, от искры мы же с тобой вообще взлетим. А вот и собственница нехорошей квартиры, 90-летняя Галина Воробьева, считает, что соседи на нее наговаривают. Хотя во время нашего интервью на кухне пенсионерки открыта конфорка, и из нее сочится голубое топливо. Но запах газа бабушку, похоже, не смущает. Запахло бензином. А бензин у них там на первом этаже. Включают, выключают. Пенсионерка живет в этом доме почти всю свою жизнь. По словам соседей, она всегда была чистоплотной и внимательной к другим. Разбила под окнами многоэтажки сад. Эти сосны посадила она. Однако с возрастом пришел и старческий недуг. Хочется ей помочь. Она либо наругает тебя, либо, то моя хорошая-хорошая, а потом все, иди отсюда. Кто такая, со здоровьем надо что-то это делать и решать, так как у нее никого нет. Ну, жалко. Вот просто жалко. Родственников у Галины Воробьевой не осталось. Муж умер, а детей у нее никогда не было. Вот уже почти три года соседи вынуждены приходить к старушке в гости и самостоятельно выключать ей газ. Под свою опеку бабушку взяла и социальная служба. Она подумала, написала заявление. Сейчас вот мы взяли заявление и оформляем ее на отслуживание. Социальный работник может ей помогать делать услуги. Допустим, пол вымыть, в магазин сходить, что-то приготовить, помочь в каких-то делах. А беспокойные соседи обращались и в управляющую компанию, и в газовую службу. Просили отключить старушки газ. Однако в ведомстве пояснили, что сделать это можно только с согласия собственника. А Галина Воробьева на порог газовщиков не пускала. Она думает, что сотрудники ведомства хотят ее убить. Но все время меня это самое, все время я тебя убью, чтобы я ушла, освободила вот этому человеку, который возит газ. У него двухкомнатная есть. Конечно, убивать старушку никто не собирается. Но очевидно, если не принять меры, то это может сделать взрывоопасный газ. Софья Чугайнова, Антон Муханов, События ОТВ.